Автомобильное право Движение по дорогам и так или иначе все те вопросы, которые из области вождения переходят в область административного права. Ну а в самом начале, пока мы еще не приступили к разговору на всякие юридические вопросы, хотелось бы напомнить вам о том, что именно сегодня начался Женевский автосалон. Это салон, который определит будущий автомобильный год для большинства стран Европы, в том числе и для нашей страны. Потому что на этом салоне будут показаны те новинки, которые в скором времени доедут до нашей страны, в том числе и достаточно ожидаемые модели автомобилей, которых, в общем, наверное, давно уже, если не ожидали, то давно обещали нам страну поставить. Я думаю, что сейчас у нас будет какое-то видео на эту тему, но, видимо, я думал неправильно. Поэтому я просто напомню о том, что у нас в скором времени на нашем канале появится подробный отчет. Ну и в следующей неделе у нас начнется эфиров, посвященного Женевскому автосалону. Ну а пока перейдем к вопросам, касающихся автомобильного права. Первое, что интересует, первое, что хотелось бы сказать, до того, как ввели ужесточение в административный кодекс, до того, как ответственность возросла, на этапе еще, наверное, внесения поправок. Многие правозащитники, многие организации, которые, в общем, отстаивают права автомобилистов, упирали на то, что вот эти вот ужесточившиеся штрафы лишь увеличат коррупцию, лишь увеличат уровень коррупции на наших дорогах и никаким образом не скажутся на, собственно, безопасности дорожного движения. Не буду вас просить отвечать на вопросы, касающиеся безопасности, это все-таки не совсем, наверное, по вашей сути, но вопросы, касающиеся уровня коррупции, я думаю, к вам относятся. Потому что, так или иначе, граждане незаслуженно или незаконно, или неправомерно, ну или, скажем так, не в той степени оскорбленные сотрудниками на лишение прав, на деньги, наверное, к вам приходят со своими жалобами. Вот есть ли такое ощущение, что после того, как эти ужесточения ввели, количество обращений возросло? Думаю, что нет. У нас какая статистика обращения была до Нового года, так граждане в таком же объеме обращаются к нам в настоящее время за помощью. Единственное, что, скажем так, сотрудники ДПС стали, наоборот, более качественно оформлять административный материал. То есть, если раньше вопрос касался 100 рублей за превышение скорости, то сейчас административный материал оставляется намного тщательнее. То есть, гораздо меньше ошибок. Ошибок в составлении административных материалов гораздо труднее спорить именно сам протокол, как основополагающий документ административного производства. Ну, так вот, неожиданно вдруг все изменилось. С чем вы связываете такие вещи? У них происходили какие-то инструктажи на тему, что сейчас водителям гораздо больше, у водителей появилось гораздо больше причин оспаривать ваши действия. Поэтому будьте сами внимательнее. Ну, думаю, что да. По своему опыту могу сказать, что даже до введения поправок некоторые сотрудники отличались довольно-таки большой юридической подкованностью. Не все, конечно. То есть, все зависит от того, наверное, тоже отличного опыта каждого сотрудника и от его ответственности, как он подходит к составлению материала. То есть, если раньше люди гнались за, грубо говоря, таким планом, то сейчас они еще гонятся и за выручку. Количество. За выручку. Интересно. Хорошо. Ну, у нас первый звонок сегодня. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Это Павлов Владимир. Город Великий Луки. Город Герой. Да, здравствуйте. Я хотел бы узнать. Все-таки имеют право сотрудники ГАИ тормозить машины на проселочных дорогах или, ну, не на постах ДПС. А вот именно где-то... По какой причине? За превышение скорости, за нарушение или просто так познакомиться? Что вы имеете в виду? Нет, просто так. Для проверки документов. Для проверки документов. Хорошо. Ну, соответственно... Я понял. Согласно ставлениям ГИБДД по организации дорожной патрульной службы, для проверки документов сотрудники ДПС имеют право останавливать автомобили только на стационарных постах, которые относятся как к межрегиональной контрольной посты, так и посты, которые, грубо говоря, в нашем понимании, увезли на МГАД. То есть обычные стационарные посты. И также на контрольно-пропускных постах именно при введении специальных планов. А все остальное время сотрудник никоим образом не имеет права останавливаться автомобилиста, кроме случаев нарушения правил дорожного движения, либо прямого наличия достоверных сведений о том, что эта машина используется противоправно, либо... Либо там перевозятся какие-то запрещенные перевозки предметы, либо находятся люди в машине, которые уже до этого успели что-то там такое совершить, чего... Безусловно. То есть где есть прямое указание на то, что либо машина, либо водитель, либо пассажир, которые на ней проезжают, участвуют непосредственно в административном нарушении. Контрольно-пропускные посты, что вы имеете в виду? По идее, для многих водителей, если это то, что там написано не ДПС, а контрольный пункт, то для многих водителей, наверное, это одно и то же. Или что? В чем разница? Разница в том, что, грубо говоря, межрегиональный стационарный пост, это пост, где есть, как бы, организованное именно здание, то есть организованный, как бы, пикет, где находится вся... Ну понятно, некое сооружение. Да, некое сооружение. То контрольно-пропускной пункт, он организуется в зависимости от необходимости. То есть поставили автомобиль, и это уже сразу контрольно-пропускной пункт? Нет, это не автомобиль, это именно контрольно-пропускной пункт, где строгая пропускная... Как бы, организуется пропускная система, автомобили, как правило, движутся по одному. То есть, грубо говоря, аналогию контрольного пункта вы можете встретить, ну, жители Москвы могут встретить периодически, выезжая на МКАД, когда перекрывают все полосы для движения и оставляют только одну. То есть, примерно так должно быть пропускным пунктам. Нет, тот же пост, только еще и перекрыли все полосы движения, кроме одной. Понятно. У нас еще один звонок, если не ошибаюсь. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно погромче говорить, вас плохо слышно. Владимир, город Москва. Очень приятно, Владимир, слушаем. Вот у меня такой вопрос. Насколько правомерны действия сотрудников ГАИ, при, вот так сказать, когда они сами создают ситуацию, ну, вынуждающие нарушать правила движения? Уточните, чтобы понимать. Вот, например, едем мы по дороге проселочной. Впереди идет газель со скоростью, ну, чуть больше 40 км в час. Ну, набирается сколько-то, примерно сколько машин, 5-6 было. Идет сплошная полоса, но обгонять вроде нельзя, да. Видимость не хватает тут, вроде появляется участок прямой дороги, видимость хорошая, никого нет навстречу. Все пошли на обгон. Через некоторое время выезжает машина патрульной ГАИ, всех останавливает и начинает, так сказать, ну, нарушение правил, как вот это, по-вашему? Понятно, ну, а в чем здесь провокация ГАИ, по-вашему? Ну, я так понимаю, что вот эта газель... Что газель-то засланная была, вы имеете в виду, да? Да, то есть она, когда всех обогнали, через какое-то время, вот, понимаете, не просто так они выехали. Понятно, водитель газели отмаячил, что можно выезжать. Да, да, да. Понятно, хорошо, спасибо. Ну, насколько я понимаю, это очень сложно доказуемая вещь, что водитель газели в данном случае работает в связке. Да, мне хотелось бы вот задать телезрителю еще один вопрос. Я думаю, что уже у нас не на связи. Не было ли, не заметил ли он там знак ограничивающего скорость в пределах 40 км в час, возможно. Ну, поскольку уже общение со зрителем невозможно, будем считать, что его там не было. Возможно, газель двигалась по правилам, а... Нет, ну, будем считать, что знака там не было. В любом случае, получается так, что... Опять-таки, сколько полос было для движения? То есть, был ли это обгон, или это было просто перестроение в соседней линии, по которой разрешено движение в попутном направлении? Нет, ну, это имеется в виду, что это все-таки был обгон, поскольку выстроилась очередь. Имеется в виду, что в каждую сторону по одной полосе, и между ними полоса, запрещающая обгон, соответственно, перестроение. Тут опять все неоднозначно. Если бы был выезд на встречную полосу, то, естественно, это езда по встрече... Ну, это был выезд на встречную полосу. То есть, тут независимо от того, 40 или 40 км в час газель шла. А водитель транспортного средства обязан двигаться таким образом, чтобы не стараться в аварийной ситуации, рассчитывать свою скорость именно таким образом. Если газель двигалась с такой скоростью, значит, это разрешено, если это не автомагистраль. Ну, автомагистраль, там чуть больше полос, я думаю, она бы там не стала причиной таких неприятностей. Другой момент, когда сотрудники ГАИ поступают похожим образом, ну, непохожим, скажем так. Стоит просто неподвижный автомобиль, сломавшийся. И, судя по всему, сломавшийся там не на 5 минут, не на 10, а надолго. Он стоит так, что объехать его можно только с выездом на полосу встречного движения. Что многие водители делают, ну, практически все, я думаю, так будут объезжать. За объездом стоят сотрудники МТПС, которые спрашивают, а зачем вы так сделали, зачем вы выехали на встречную полосу движения, давайте вас заштрафуем. Как в данном случае, чем можно руководствоваться? Ну, скажем так, тот человек, тот автоводитель, который именно выехал, сделал совершение, объезжал препятствия, заезжая на встречную полосу, он допустил нарушение правил дорожного движения, предусмотренный кодексом об административных правонарушениях. То есть он объехал препятствия с заездом на встречную полосу. Водитель транспортного средства, который находился на обочине в данный момент, или на полосе движения таким образом, что создал помехи для движения, тоже является нарушителем правил дорожного движения. То есть он создает помеху. По правилам дорожного движения он обязан либо поставить машину на обочину, либо принять меры в случае, если ширина проезжей части менее 3 метров от его левой части, доставить машину в безопасное место, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Но, к сожалению, за это административная ответственность у нас не предусмотрена. Ну, вы знаете, не к сожалению, я думаю, что далеко не все случаи, стоящие машины вот так вот посреди полосы, они ограничены только разгильдяйством. Иногда вот так, что машина бывает просто не в состоянии передвигаться, даже на метр там отвалилось колесо, или это большегрузный автомобиль, который не так уж просто сдвинуть. Давайте вернемся к обсуждению, пока у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Я, да? Да, вы, совершенно верно. А у меня... Добрый вечер, у меня к вам вопрос. Добрый. Значит, иногда... Это Владимир Косназар. Иногда с тобой везешь там 2-3 конеца бензин, инспектор останавливает, проверяет багажник, требует чек оплаты. Обязан у него его уносить. Чек оплаты этого бензина? Да, 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 ну, с заправки. Обязан я брать его и показывать его. Первый раз, честно говоря, о таком слышу, но... Согласно пункту 2.1 правил дорожного движения водитель обязан с собой иметь и предъявлять по первому требованию сотруднику ГИБДД только документы, удостоверяющие право пользования или распоряжения гражданин данным транспортным средством водительского удостоверения и техническую документацию на автомобиль, то есть их талон. Остальные документы сотрудник ДПС не имеет права спрашивать. За исключением случаев, если, конечно, это не служебный автомобиль, а бензинный груз, тогда они имеют право еще потребовать транспортные накладные на это. Ну, служебный автомобиль грузовой все-таки имеется в виду нелегковой. Ну, естественно. И в легковом-то автомобиле вряд ли это можно рассматривать как груз, там три канисты, это все-таки не товарная партия. Ну да, согласен, но в данном случае и звонил сейчас на лицо. Ну да, то есть мы поэтому и обсуждаем, что там не цистерна везла с бензином, то есть это совершенно неправомерное требование. Да, неправомерное, и сотрудник ДПС прямой нарушает пункт 2.1 правил. Понятно. Что в таком случае сотруднику ДПС грозит у нас? Ну, опять-таки, можно сказать, что не буду вам ничего предъявлять и поехать дальше, но если уж так вот вдруг есть желание как бы наказать сотрудника ДПС... Всегда хочется понимать, о чем идет разговор. То, естественно, если сотрудник ДПС говорит, что это нарушение, то есть он обосновывает свои требования, чем ты должен обосновать. По, опять-таки, наставлениям по организации дорожно-постовой службы, утвержденной ГИБДД, сотрудник ДПС, останавливая автомобиль, должен точно указать пункт правил, который нарушает человек, объяснить ему этот пункт правил и мотивировать как бы все свои требования со ссылкой на закон. Если сотрудник ДПС это просто говорит, что ему кто-то что-то должен, то просить составлять протокол. То есть протокол будет единственным подтверждением того, что действительно данный факт произошел в принципе. Уже на основании этого протокола обжаловать его действия у вышестоящего руководства, либо в суд. Хорошо. Ну, и развивая аналогию, бывают такие ситуации, когда перед какими-нибудь корпоративными праздниками кто-нибудь из сотрудников, у нас впереди еще 8 марта, кто-нибудь из сотрудников компании поехал куда-то в магазин, на рынок и закупил там много маленьких коробочек с чем-то там внутри. Получается, ну, скажем так, для личного использования объяснить нельзя. Вот такая товарная партия, то есть 50 маленьких коробок в багажнике, это тоже не подлежит никакой отчетности по документам, по чекам. Или за это уже могут спросить, как в данном случае обстоит дело. То есть за то, что я... Ну, 50 коробок там, 150 коробок, хорошо, маленьких таких коробочек с какими-то подарками. Вот у меня в машине, в моем личном автомобиле лежит вот такая вот история. С вас загрузка, которую вы перевозите. Да, что у вас здесь лежит, документы какие-то есть? У вас тоже это не... Почему? Это как бы ваш автомобиль, ваше существо находится. Все, понятно, сняли вопрос, значит, таких проблем просто не существует. Но у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы эфирер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Да, такой вопрос. У меня машина 405, Mercedes 120 кубовая. А у нас габарит 4 метра в России. Что мне делать? Штраф 2000 рублей за это. И на каждом посту останавливают, кормушку устроили все такое, что слова нет. Кому эти 5 сантиметров мешают? У меня такой вопрос ко всем этим... Понятно. Хорошо. Вопрос понятный. Про ширину машины идет речь? Ну, вот, к сожалению, я сейчас точно не могу отослать человека к определенному пункту правил. Но в правилах дорожного движения есть раздел о движении негабаритных автомобилей. То есть именно автомобили, габариты которых выходят за пределы полосы, либо габариты которых не позволяют там согласно правилам маневрирования. Ну, понятно. Есть определенные габариты, они есть. Есть, а если габариты есть, то они есть, и вы не можете отпилить кусок машин. То есть вы обязаны просто пользоваться тем разделом правил, который предусмотрен именно разработан специально для передвижения негабаритных автомобилей. Надо почитать вообще, возможно ли передвижение таких автомобилей. Да, безусловно. Ну и опять-таки заезд на полосу, ну невозможно за любую полосу получать, заедите. То есть это не преднамеренное действие. С другой стороны, получается, здесь конфликт такой законодательный. Если эту машину пропустили через таможню, если ее кто-то поставил на учет и выдает на нее акт технического осмотра. Я к этому и веду, что любое требование составления административного протокола за то, что машина негабаритная, выходит за пределы полосы, то это в любом случае не административное правонарушение. Административное правонарушение – это заезд на полосу встречного полоса. Но это неправильное управление своим транспортным средством. Да, то есть именно управление. В данном случае от вас ничего не зависит. Понятно. Ну это надо почитать, что там в случае негабаритного транспортного средства. Видимо, это будет ответом на ваш вопрос. А пока у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Павел, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Павел, слушаем. Я гражданин Литвы. Приехал сюда на срок временного ввоза автомобиля. У меня такой вопрос. У меня постоянно останавливает автомобиль и спрашивает перевод водительского удостоверения. Обязательно ли нужно иметь при себе перевод этого водительского удостоверения? Понятно. Хорошо. Ну вопрос понятен. Это водительское удостоверение, выданное другими государствами, соответственно, на языке других государств. За правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденным по восстановлению правительства, Советом министров Российского Союза СССР, которые в настоящий момент действуют, предусмотрена следующая вещь, что если права выданы государством, которые являются участниками Венской конвенции, то они действительно на территории Российской Федерации. Но опять-таки наставлениями по организации работы ДПС сказано, что любые права, выводные на иностранном языке, должны иметь нотариальный перевод. То есть это опять-таки конфликт законов. Но у нас не может наставления быть главнее каких-то вещей, имеющих форму закона? Ну, это подзаконный нормативно-правовый акт, который, в принципе, дополняет основную функцию, пока это не оспорено, а обязан руководствоваться этим делом. То есть не идет речь о том, что на какой срок я въехал на территорию этой страны? Может быть, я просто транзитом перемещаюсь? Ну, опять-таки, если гражданин въехал на территорию страны, он уже транспортное средство, у него наверняка истек давно срок регистрации транспортного средства, он обязан был ее поставить заново на учет. Здесь мы сейчас не про машины говорим. Я вообще не понимаю, как он сейчас на этой машине передвигается, если уже истек срок регистрации транспортного средства временный. Ну, в данном случае, речь шла не об этом немножко, речь шла о том, что... Да, согласно наставлениям, он обязан иметь нотариальную копию перевода. В первый же день заезда в страну? Ну, у нас не прописано таких сроков. То есть подразумевается, что въехал, да, и должен иметь эти права. И эту переводу. А наказание какое за это может быть? За это нет наказания. Ну, то есть, по идее, значит, нет наказания и нет разговора ни о чем. Получается, что так, потому что правилам дорожного движения предусмотрены именно просто водительские удостоверения, не проверяем на каком языке. И эти же правила дорожного, то есть пункт 2.1, за который предусмотрено, за непредъявлением каких документов предусмотрена административная ответственность. Про перевод не в правила дорожного движения, ну, соответственно, раз наказание не предусмотрено, то это можно просто, грубо говоря, ответить, но пока не получилось. Нотариус занят, или никто не знает моего замечательного языка. Ну, в качестве обхода, да. Понятно. У нас еще есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Артаг, я из Брянска. Вас беспокою. Я ехал на автомобиле из города Москвы по Киевскому шоссе. И вот после ГАИ, на Рафаминске, у меня останавливают сотрудники. У меня машина грузена на товары. Требуют у меня документы на этот товар. Я ей предоставил все товарные накладные. И они говорят, выгружай товар, будем считать. Я говорю, на каком основании, что вас интересует именно. Документы я предоставил. Они говорят, мы будем считать товар, или я не слышу других предложений. Мы никуда не спешим, выгружай, пока долго будем считать и так далее. Ну, в итоге я заплатил, поехал. Хотел бы узнать, имеют ли они право так поступать. Екатерина, ваше мнение, что это все-таки женщины по хозяйству больше специалистов? Это, как мне кажется. Или это вам ближе, история. Ну, суть такая. То есть, это очевидная ситуация. Понятно, что никому не захочется выгружать. Особенно, если машина больше грузная, то загрузка и разгрузка может занимать очень долгое время. Обязан ли водитель по требованию сотрудников ГАИ на посту ДПС разгружать автомобиль, чтобы они могли посчитать товар? Это как раз тот самый случай, когда неиздание правил граждан является для них разорительным. Естественно, для пересчета товара никто не имеет права требовать им пересчета товара, по сути, инвентаризация. Они имеют права провести досмотр транспортного средства и груза. В случае, если есть основания полагать, что переводится запрещенное в обороте вещество. Правда, во всех остальных случаях это позволить нельзя. Он мог просто... Пусть выгружают. То есть, он сам ничего выгружать не должен. Они должны в его присутствии самостоятельно провести досмотр, все назад загрузить в случае, что не нашли. Загрузить должны обратно? Естественно. Потому что, если они проводят досмотр, то должны привести имущество в первоначале. Ну, потому что это не раз и не два такая была ситуация, когда досмотр проводят с пристрастием, что называется. Разбирают даже машину в салон, разобрали, посмотрели, ничего не нашли. Во-первых, скажем так, если они провели этот досмотр, то, соответственно, поступила какая-то ориентировка на машину. Поступили какие-то сведения о том, что на перевозе... Вот об этом тоже хотелось бы поговорить, что служит основанием. Соответственно, если вдруг вашу машину разобрали, там залезли в салон, то есть в любом случае будет составляться протокол досмотра. Если они дошли, обязательно это с присутствием двух понятых, сведения которых о гражданине необходимо записать, узнать хотя бы какие-то элементарные, контактные их данные, чтобы в дальнейшем связаться. После этого обжаловать действия сотрудников ДПС. В случае... Они, прошу прощения сразу, они обязаны собрать и поставить все на место, если они разбирают салон или нет? Скажем так, прямого указания на то, что они должны это все сделать, я нигде не встречал. Но если они, по логике, да, вот вы садитесь в машину, у вас там оторвали, я не знаю, крючок... Ну не оторвали, а открутили. Ну открутили, в любом случае, это ущерб, доставленный вашему имуществу, должны все привести в первоначальное состояние. То есть, по большому счету, хотя нет прямого указания, что они обязаны это делать, можно потом в качестве иска предъявить, что мне нанесен материальный ущерб. Естественно, сотрудники БДД, опять-таки, как говорят многочисленные их локальные акты этого ведомства, говорят о том, что сотрудник ДПС должен бережно относиться к имуществу граждан. Понятно. Ну, другими словами, что потом это приносится документы из сервиса, что я вот вынужден был обратиться на какой-то сервис, где мне эти документы были... Нет, потом вы идете обжаловать, собственно, действия сотрудников ДПС, которые это сделали. Нет, я имею в виду, что нужны какие-то документы, подтверждающие, что я вынужден был заехать на сервис, потратить на какой-то количество денег. Сначала вам необходимо доказать, собственно, незаконность этого действия, а уже после этого в порядке гражданского производства... Возвращаемся к пункту, который требует от сотрудников ГАИ, досмотр проводить только в случае какой-то ориентировки. Вот сам факт этой ориентировки. Ну, у них есть какая-то служебная информация, которую они, естественно, предоставляют... Любая информация, ну, ориентировка, это я громко сказал, то есть должны быть сведения. Ну, должны быть сведения. Да, любые сведения, передаваемые от дежурной части ДПС, они фиксируются непосредственно в журнале дежурной части, они фиксируются в журнале того управления, которое дежурная часть эти сведения передавала, они все так же регистрируются в личной книге сотрудника ДПС, который, собственно, производит. То есть о самом факте, что этот досмотр был мотивированным, всегда можно будет узнать? Да, всегда можно будет запросить информацию через судебный орган о том, действительно ли было это обосновано, это осмотр или нет. Ну, а как же тогда, если у сотрудников есть основания предполагать, что на этой машине перевозились, эти же основания могут быть как бы интуиция милицейская или не подразумевается таких возможностей? Это именно не основания, то есть это именно не основания полагать, это именно известность некая, то есть нельзя, грубо говоря, остановить человека на тот, иначе у нас будут сейчас на улице останавливать просто всех. Ну, хорошо, мы берем вот ситуацию, автомобиль останавливает, какой-то автомобиль останавливает и говорит, здравствуйте, у нас есть желание посмотреть на вашу машину. Какой-то автомобиль имеет право сотрудника ДПС остановить только в нескольких случаях. Что касается административа, как бы, грубо говоря, повода, по которому нас не любят останавливаться автомобилисты, это либо прямое нарушение правил дорожного движения, я остановил именно за это, либо, сейчас я загляну в свою прогалку, то есть это вот основное, а другие случаи остановки транспортных средств, это либо для доставки пострадавшего с МИЗ ДТП, либо для опроса этого водителя, если он является очевидцем, то есть вот в таких случаях. Больше поводов именно простой остановки внестационарного поста. Ну, хорошо, прервемся пока на звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Город Движон, зовут меня Виктор. Очень приятно, Виктор. Я смотрю вашу передачу, мне она очень интересна, но у меня такой вопрос. Давайте, задавайте. Я еду, перед ним у меня едет автомобиль, автомобиль этот сломался, а рядом сплошная линия, объехать ее нельзя по правилам дорожного движения, что делать? Сзади у меня еще, допустим, ну, 5-10 автомобилей, сколько можно стоять, день, два, час, когда можно будет пересечь эту сплошную? Согласно правилам дорожного движения, пересекать нельзя ни справа, ни слева. А какой выход? Понятно. Ну, мы обсуждали эту проблему в самом начале. Помочь оттолкать неисправный автомобиль на обычную. Ну, хорошо, так, чтобы усложнить ситуацию, представим, что это неисправный автомобиль, многотонная фура. Помочь оттолкать, таких сил на дороге не нашлось. Тем более, что, ну, помочь оттолкать можно автомобиль, который на колесах. У нас иногда бывает даже в Москве легковой автомобиль, это такая весенняя проблема, с которой многие столкнутся еще, водители, ездящие на старых автомобилях, развалилась шаровая опора, и колесо торчит вот так вот поперек. Толкать такую машину, ну, как-то... Согласен, но, тем не менее, с формальной точки зрения вы обязаны стоять на месте, ждать, когда эту машину уберут. Час, два, пока не понадобится. Это с формальной точки зрения. С человеческой точки зрения это выйти, посмотреть не только кого и проехать. Ну, как правило, если вы говорите о тех, кого надо смотреть, они иногда стоят так, что их и не видно еще. А, опять-таки, вот, кстати, по поводу не видно, очень забавный парадокс. Согласно, опять-таки, тем же наставлениям, то есть, в основном документе, которым руководится сотрудник ДПС, они имеют право останавливаться таким образом, чтобы их не было видно. Они должны быть видны всем участникам дорожного движения. Вот, но, опять-таки, с одной стороны. С другой стороны, эти правила сами же себе противоречат, говоря, что тактика выявления административных правонарушений, то есть, грубо говоря, условия маскировки, это дополнительный какой-то плюс сотруднику ДПС. Если он замаскировался так, что его вообще не видно, это хорошо. Хорошо, мы тогда переходим еще к вопросу, о котором хотелось тоже понять. Движение в ночное время суток, когда у нас на дороге, по слухам и легендам, орудуют не только сотрудники милиции, но и люди, которые по форме на них очень похожи, а по сути, прямо различаются. Сюда всякие бандиты, жулики, мошенники, которые одеваются в форму сотрудников инспектора, останавливают автомобиль, ну и, в общем, занимаются всякими разными преступлениями. Почему многим водителям достаточно тревожно останавливаться в ночное время, когда кто-то выходит из темноты, там где-то в кустах что-то вдруг мигает, там сполохи какие-то, и поднимается палка. Вот у каждого водителя есть вопрос, а кто это, собственно, меня сейчас останавливает? То ли сотрудник ДПС, то ли люди, которые хотят заработать на внешней скорости. Как вы рекомендуете своим людям, обращающимся, или как вы сами рекомендовали бы себя вести в такой ситуации? Ночью где-то в населенном пункте, в неосвещенном естественном месте, потому что тактика превыше всего. Останавливать такая машина, что делать? Прежде всего, в принципе, не выходить из машины, чтобы инспектора, якобы инспектора... Останавливаться, вы все-таки советуете, что обязательно надо остановиться? Да, потому что уже будет, если действительно это инспектор, то будет неподчинение требования. Которое у нас наказывается, кстати, только в случае, если это неоднократное неподчинение требования. Однократное у нас не тарифицируется в кодексе. Ну и в принципе, даже если наказывать, то это штрафы от 200 до 500 рублей, поэтому... Но в принципе, по правилам надо, конечно, остановиться, но... По правилам, да, мы сейчас говорим о вещах, я прошу прощения, что вас немножко перебиваю, если вам так показалось, да? Мы сейчас говорим о сопоставлении вещей. Есть правило, а есть такая вещь, вот остановив свою машину рядом с человеком, похожим на инспектора, я, грубо говоря, лишил себя возможности защиты, если вдруг я ошибся, если вдруг это не инспектор. Остановившийся автомобиль, это все. Ну это карается только штрафом 200 до 500 рублей. То есть, как бы, если не жалко этих денег, то можно... Потому что, когда мы это обсуждаем, вопрос не первый раз... Если вы не совершили административное правонарушение, да, вы можете спокойно... Опять-таки, это все условно, потому что, как показывает практика, инспектор всегда прав, даже если дело доходит до суда. Но тем не менее, если вы знаете, что вы не совершили административное правонарушение, да, действительно лес, действительно темная дорога, да... Ну не лес, не лес. В лесу-то, скажем так, ночью никто не останавливает. У вас... Ну, у меня, когда я езжу на дачу, именно там останавливаются. В лесу? Да. Вне населенного пункта? Вне населенного пункта, естественно. То есть, есть, как бы, грубо говоря, пьяная дорога, да, к которой мне ближе ездить, и нормально... Ну и вы останавливаетесь? Я останавливаюсь, но... У вас машина дешевая или вы бесстрашный просто? Я, во-первых, я... То, что я останавливаюсь, не факт, что, как бы, можно меня из машины выкинуть, да, то есть, я принимаю какие-то меры предосторожности, блокирую двери, там... Бронирую стекло, да... Что ты делал? Ну, в любом случае, мне никто не мешает, если там мне даже стекло разобьют, попробовать уехать, да, но в любом случае, если у меня нету повода остановиться, то, ну, я знаю за собой, что я прав. Может быть, я вас немножко смущу, я вас немножко смущу, но, наверное, такое малоизвестное место в глуши совершенно находится. Никого из людей нет. Триумфальная арка в городе Москве. Вот триумфальная арка. То есть, ну, более центрального места придумать все сложно, тем более правительственная трасса. Вот на съезде у Триумфальной арки сотрудник, человек, одетый в форму сотрудника ДПС, в дневное время суток остановил автомобиль, пока он проверял документы, в машину залезли несколько людей, которые уже не стали одеваться ни в какую форму и попытались оттуда выбросить хозяина. Который случайно совершенно оказался бывшим сотрудником всяких специальных структур, который там принимал участие в боевых действиях, то есть, каким-то образом отбился. То есть, вот о чем разговор идет? О том, что это не... Я не пытаюсь сейчас дать незаконно послушным автолюбителям возможность избежать, ну, совершенно справедливого наказания. А просто дать понять, что ночью, днем иногда не те люди работают, а ночью-то это совсем тяжело, поэтому вот как-то так. Ну, хорошо, давайте вернемся, обсудим это попозже, а пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Леонид Нортула. Очень приятно, Леонид, слушаем вас. У меня вот такой вопрос, случай. На Т-образном перекрестке останавливает сотрудник ДАИ, то есть, я не видел его сигналы, проезжают. Какое-то время меня догоняют и выносят штраф за, то есть, неостановку. Штраф 500 рублей. Вот у меня вопрос такой. Плюс еще мне накрутили за тонированную машину и так далее. Вплоть до того, что хотели на эвакуаторе. Бензин не пересчитали хотя бы? Ну, хорошо, давайте дальше, что у вас там случилось с чем? Мне интересно, где можно найти это? Допустим, где написано, что неоднократно? Потому что на ссыл, я смотрел в правилах, там, то есть, знаете как, на законные требования, неостановки. А вот то, что утверждается, что не заметили жеста сотрудников ДПС, не является ли это голосным утверждением? Потому что, как кто-нибудь слышит, сразу никто ничего не замечает. Нет, хорошо. Есть случаи, опять же, знаете, здесь вот такое вот узкое достаточно поле для разговоров. С одной стороны, это может быть попыткой увильнуть того человека, который нарушал. А с другой стороны, ну, я думаю, что, ну, во всяком случае, я видел, я думаю, что и вы тоже видели, да, когда примерно на уровне уха раздается, ну, там, свисток и взмах палкой, вот ты стой. Помимо всего прочего, это еще и создает аварийную обстановку, потому что если я еду в левом ряду, чтобы мне к нему подъехать, мне нужно с резким замедлением перестроиться. Ну, как правило, так возникает большинство аварий, когда кто-то забыл, что ему надо здесь остановиться. Ну, безусловно, данные действия – это грубейшее нарушение именно сотрудника дорожно-постовой службы своих действий, потому что он обязан заблаговременно подать жест обстановки. Ну, вот вы сейчас и сами попадаете, ну, как бы сами предлагаете развитие ситуации, когда, а как понять, что это было? Стоит сотрудник, стоит его коллега, который говорит, да мы ему метров за 500 начали махать, транспаранты вывесили, остановитесь, пожалуйста. Просто проигнорировал и проехал дальше. Ну, вот это как раз именно вопрос доказательств, да, когда у них есть свидетели, а у вас свидетели нет. Мы тогда еще под конец эфира подойдем к совершенно крамольной вещи, к такому понятию, как презумпция невиновности, которая у нас работает практически во всех областях права, кроме административной. Да, которая, к сожалению, не работает. В административном праве формально это есть, а как бы де-факто этого нет. Ну, у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, город Тулу, Олег меня зовут. Очень приятно, слушаем. Хотел задать вопрос такой, но это я сейчас слушаю передачу, то есть вы как раз затронули эту тему. То есть до какой поры они могут дойти наши сотрудники ГИБДД? То есть, может быть, они вообще скажут, там, вот у меня был такой случай, когда я еду, и, да, меня останавливают, и говорят, там, вот у вас, там, на своем радаре они показывают скорость, что у меня там была 85 км в час, а я еду меньше 60. У моих знакомых был случай, когда они просто там останавливают, ГАИ останавливают машину их, и говорят, что, там, вы нарушили, там, проехали на красный свет. Хотя впереди там ехала машина, и они потом за этой машиной ехали, там, то есть, ну, вообще чушь. Понятно. То есть, как это, вот эта презумпция невиновности, как она, как можно доказать, что ты... Что я этого не делал, что я ехал законопослушно. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, мы предварили, в общем, обсуждение этого вопроса. Мы как раз собираемся к нему подойти. Очень много случаев презумпции, как бы, того, когда презумпция невиновности, вот, по сути, не работает. Возьмем то, что в простонародье именуется, ну, так, чтобы какие-то конкретные вещи разбирать, возьмем то, что в простонародье именуется спидгам. Вот эта вот штука, которой стреляют в лоб водителю, ну, в попытках определить его скорость. То есть, останавливают автомобиль, выходит водитель, им говорят, ну, вот, смотрите, цифры, вот, давайте, как бы, оформлять протокол. Что за цифры? Какие цифры? Ну, во-первых, презумпция невиновности, это не столько, как бы, вот, такая палочка-выручалочка, это именно отсутствие обязанности гражданина доказывать свою невиновность. Но, тем не менее, он имеет на это право доказать свою невиновность. Нет, имеет право подтвердить каким-то доказательством. Тем не менее, когда мы говорим про спидган, я не имею в виду, да, вот, мы сейчас тоже говорим. Мы говорим про ситуацию, что это попытка, лазейка. Давайте вопрос вот именно об этом. То есть, если у вас, вот, ну, конкретный случай, вас остановили с радаром за скорость. То есть, во-первых, проверьте, у сотрудника ДПС возьмите сертификат с соответствием. Метрологический сертификат, то есть, проверьте пломб, то есть, то, что действительно... Этот радар находится в рабочем способном состоянии. Ну, два года назад этот радар прошел контроль с стандартизацией. Это, во-первых. Во-вторых, если на дороге напряженное движение, да, то где гарантия, чем они тогда, чем уже тогда они вам докажут, что измерительная скорость это ваша? Поставьте вопрос по-другому. Почему вы все время защищаетесь? Попробуйте нападать. Почему? Чем они докажут, что они замерили скорость именно вашей машины, а не соседние, движущиеся в соседней полосе? И вот уже из этого составляется протокол. Два сотрудника ДПС, один из которых говорит, а я свидетель. Ну, что свидетель? Он за ним, за спиной стоял, сбоку, где он стоял. Он наводил этот радар. Знаете, судебная практика такова, что на основании показаний именно вот этого радара очень много водителей были лишены прав. Многие, большинство из них заслужено. Но есть и люди, которые, я думаю, попадают сюда под раздачу. Есть и по звонкам, и по письмам. Судебная практика такова, что если ты не умеешь защищать свои права, то тебя в любом случае лишат вероятских прав. Если ты знаешь хотя бы такой же объем, который знает сотрудник ДПС, то ты сможешь грамотно отставить свои права. Потому что по моей практике очень много дел. Они в общем понятии, то есть сейчас мы не пытаемся обвинять в чем-то сотрудников ДПС, но в общем понятии они просто вслеплены из воздуха. И большинство из них радумает. Хорошо. Давайте мы вернемся тогда к обсуждению презумпции невиновности и конкретно поведения. Как защитить свои права? Мы к этому вернемся и обязательно обсудим, потому что это важно. Но на мой взгляд это не менее важно, чем умение водить свой автомобиль. А пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Не так давно я читал газеты разъяснение Верховного суда. Выезд навстречу комментируется на повстречную полосу. Однозначно, все четыре колеса должны быть навстречу, а никак иначе. Что произошло сейчас? Выезд навстречу, это сколько, 5, 10, 20 сантиметров я должен левой стороной выкинуть. Как это комментировать? Как с этим разбираться? Угу. Хорошо. Вот у нас в гостях недавно был Вячеслав Лысаков, который как раз принимал участие в разработке многих таких законопроектов. И говорит, что вместе с ужесточением правил, ну, ужесточением наказания, появилось то, что, можно сказать, более четким определением. Что, в общем, служит на пользу водителям. Так, например, разворот через встречную, через осевую полосу, в месте, где запрещено, раньше изначально однозначно трактовался, как выезд на встречную полосу движения. Сейчас разворот трактуется однозначно, как разворот. Нарушение знаков разметки, штраф другой. Вот это известное постановление Верховного суда Российской Федерации, о котором сейчас шла речь, но действительно в свое время было именно революционным, которое однозначно трактовало, что езда по встречке должна быть фактическая езда по встречке. Потому что до этого, допустим, сотрудник ДПС въезд под кирпич мог квалифицировать по своему усмотрению. Либо нарушение знака, либо езда по встречке. Сейчас кирпич – это езда по встречке. Сейчас кирпич – это езда по встречке однозначно, за исключением случаев, когда фактически это не является встречкой. Когда, допустим, кирпич – это въезд на какую-то там специально охраняемую территорию. То есть Верховный суд, он сказал, что надо исходить из фактических обстоятельств дела. То есть то, что как раз административным кодексом предусмотрена обязанность судов всесторонне изучения делов, делу его обстоятельств. Что касается вопроса телезрителей по поводу выезда на встречку, там 10-20 см. Есть, во-первых, административная ответственность за нарушение расположений на полосе. То есть водитель должен двигаться между полосами движения и не наезжать на них. То есть это первое нарушение. Если он наехал на эту полосу, если он выехал на встречку, то это, естественно, выезд на встречку. Для чего? Для объезда препятствия, либо это действительно попытка выезда на встречку. Хорошо. То есть два колеса за пределами осевой – это уже выезд на встречную полосу? В любом случае, да, это выезд на встречную полосу. Понятно. Хорошо. Ну, по сути, вопросы бы ответили, что это уже любое поползновение, пересечение – это уже как бы выезд на встречную полосу. Не любое поползновение, если, допустим, там фактически это езда по встречке. Потому что, знаете, получается такая ситуация, вот есть разделительные полосы резервные, да, на некоторых больших проспектах. Там вот две полосы, разделяющие движение, между ними может еще автомобиль проехать. Естественно, вот туда выезд, вот как ездополезом на встречную полосу. Да, на встречную полосу, опять-таки, для объезда препятствий это со всем миром предоставлено, либо езда по встречке. Хорошо, сейчас мы тогда вернемся, опять же, к этому у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Это Лебедяне. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Еду я ночью вне населенного пункта. Останавливают сотрудники ГИБДД. То есть я знаю, что у меня присутствие алкоголя есть в крови. Я останавливаюсь, двери закрываю. Они подъезжают, ну, осматривают машину, снимают номера, вызывают наряд и вот выкуривают меня слезоточивым газом. Имеет ли они на это право? Красивая история. А где такое происходит? Интересная история, красивая. Хорошо. Но не могу вас поощрить за то, что вы ездите за рулем с содержанием алкоголя в крови. Это, естественно, неправильно абсолютно. И о том, к чему это может привести, да, но я думаю, что у многих в нашей стране есть опыт езды в пьяном виде за рулем. Потому что раньше там, ну, в незапамятные годы это стоило там всего каких-то там несерьезных сегодня 100 долларов. И никто этим особо не злоупотреблялся, ну, не гнушался таких вещей. Ну, подумаешь, там ерунда какая. Ну, дело в том, что тут даже не столько в увеличившихся штрафах, я бы сказал, что недопустимость этого, она в увеличившейся, ну, как бы в возросшем сознании. Потому что, понимаете, что чем больше человек пьет, тем меньше он контролирует обстановку. И вот где эта грань? Сколько там? Можно кому? Не можно? Вот эти разговоры о том, что там есть люди, которые вообще там алкоголь не воспринимают, что им можно выпить ведро, и он там как огурец. Это очень все субъективные вещи. У нас была давным-давно была программа на нашем канале, где мы предлагали испытуемым играть просто в симулятор. Ну, ездить на гоночном симуляторе после того, как вот они сначала трезвые прокатились, потом выпили, выпили и еще начали ездить. Так вот, вне зависимости от того, кто, насколько стойкий к алкоголю, практика такова, что чем больше эти люди пили, тем безобразнее они ехали, тем больше аварий совершали, и тем в итоге меньше проходило, ну, тем больше времени на прохождении круга. Что, в общем, ну, совершенно неправильно. Ну, хорошо, с другой стороны, тогда что по факту, да, вот человека выкуривали с изотачевым газом? Почему гранату не кинули в машину, чтобы он оттуда выбежал сам? Как вот это все рассматривать? Ну, вообще, он как оказался... При каких обстоятельствах он это сделал? Может, он их там... Давайте я смоделирую, смоделирую, Екатерине, вот тогда этот вопрос, да. Едет сотрудник, ну, как бы, едет гражданин на автомобиле с содержанием алкоголя в крови. Знак остановится, ну, как бы ему взмах остановится, он не останавливается, проезжает метров пятьсот, после чего забаррикадирует все двери и сидит в машине. Вот. Что с ним должны были сделать? Ну, насчет газа я сомневаюсь, что его выкуривают надо газом. Ну, вообще, это является, естественно, как отказ от свидетельства медицинского на опьянение. И поэтому происходит, естественно, задержание автомобиля, имеет право задержать автомобиль. О том, чтобы он отказался от свидетельства, это уже вопрос, ну, это домыслы получается? Как же так? Если он сидит в машине, непонятно, может, он там пьяный, может, не пьяный, может, у него приступ сердечный. Не видно, что с ним произошло там. Как законодательно выкуривать этого человека? Понятно, что следоточивый газ ни в одном из протоколов не фигурировал. Человек вышел сам, раскаялся и вышел сам. Считается так. То есть, ну, хорошо, давайте не будем обсуждать эту историю. Понятно, что это некий беспредел, который, к сожалению, не доказуем. Ну, почему? Любой воздействие любого газа его можно доказать в конечном итоге? Ну, хорошо, вы подышали этим газом у себя на дачном участке. Зачем же вы говорите, когда тут 15 сотрудников милиции? Когда машины им заляпаны, есть остатки газа. На дачном участке вы надышались газом на дачном участке. Почему вы считаете, что мы сотрудники милиции? Хорошо, давайте сейчас вернемся к обсуждению этого и нескольких других вопросов. И пока вернемся к нашим зрителям. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Денис Белгород. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Часто сотрудники ДПС останавливают на частных автомобилях без, собственно, без окраски, без негалок. Это раз. Стоят в темное время суток, но, правда, в населенных пунктах у нас. Если такой сотрудник ДПС попробует меня догнать, какими средствами он будет мне показывать, чтобы я остановился? Негать фарами, вы крикливаете форточку, изображая сирену. Правым глазом должен подмигнуть, наверное. Как в данном случае ввести? В любом случае, если человек, представитель власти, у него должны быть атрибуты этой власти. То есть, если сотрудник ДПС вас останавливает, пользуетесь жезлом, даже если он находится в режиме так называемого скрытого наблюдения, то есть, условно на гражданской машине без специальных знаков, с самым неформенной одеждой, то в любом случае он должен предъявить вам жетон. Тот самый жетон, который... На ходу. В смысле? На ходу должен предъявить. Если он вас останавливает, то, естественно, он это делает не рукой. Если он это делает другой, вы не знаете, что это сотрудник ДПС. Зритель говорит о том, что едет машина, его догоняет сотрудник, вроде бы как госавтоинспекции, на таком вот неслужебном автомобиле и предлагает ему остановиться. Ну, проверяйте жетон, потому что жетон это единственное доказательство, как бы единственное подтверждение сотрудника ДПС того, что сотрудник находится при исполнении служебных обязанностей, потому что всякий раз при... А насколько это законно вообще остановка вот таким вот образом? То есть, ну, получается, что едет гражданский автомобиль, внутри кто-то сидит, машет, пусть даже жезлом мне через окно, предлагает остановиться и что-то кричит мне там в окно. Ну, естественно, можете ехать дальше. Вот у меня, на самом деле, в личной практике был такой пример из 90-х годов, когда я остановился, я, правда, не думал, что это сотрудники милиции, я просто думал, что людям какая-то помощь нужна, а этим людям, не знаю, там, помощь совершенно не нужна была, они были вооружены там, чем только можно. Я понял, что это была большая моя ошибка, что я остановился. А это точно были сотрудники ДПС? Нет, это были вообще не сотрудники ДПС, потому что автоматами УЗИ они не оснащались. Тогда это были 90-е годы такие развеселые. Я понял, что был очень неправ. Пока я был на машине, на ходу у меня были там какие-то шансы по-другому решать эти вопросы. А так, ну, получается, что не останавливаться. Если этот сотрудник ДПС будет таранить машину, как потом будет разбираться эта история? Таранит. Нет, ну, хорошо, он притаранил, остановил. Он будет отвечать. Превышение служебной полномочий, естественно, он будет отвечать. То есть он не имеет права останавливать вот этими вот там свистками на гражданской машине едущего. А вот именно таранить автомобиль? Хорошо, нет, таранить, потому что я не останавливаюсь, я не понимаю, что этот человек хочет. Действия должны быть просто понятны. Даже в режиме, грубо говоря, заказа этого скрытого наблюдения, сотрудник ДПС должен, в случае, если он решил остановить машину, он должен подать знак заблаговременно, который будет ясен на водителя. То есть он обязан его остановить, под займем подать, а не таким тонким намеком, как про таранить его автомобильным. Нет, я имею в виду, он мне дает какие-то знаки, которые я не понимаю. Тут сидит человек в гражданской машине, я не понимаю. Ну, ехайте спокойно. Дальше, когда он меня начинает таранить и говорит, что он не подчинялся, то в суде это будет уже основанием считать, что кто-то из нас сошел с ума, и это не я. Ну, скорее всего, это сотрудник ДПС. Хорошо. Это обнадеживает. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Так, по-моему, уже нет никого в эфире. Я обращаюсь к зрителям, хочу сказать, что очень много вопросов приходит к нам по СМС. К сожалению, видите, что и звонков достаточно много, поэтому на вопросы, на все вопросы, в всяком случае, мы не успеем ответить, какие-то вопросы, они так или иначе перекликаются с теми, кто нам дозвонился в эфир. Те вопросы, которые мы не обсудим, мы на основе этих вопросов сделаем отдельную программу, посвященную как раз вопросам автомобильного права. Так что мы ваши вопросы будем знать заранее, и, естественно, без ответа не останется ни один из таких вопросов. Ну, а пока переходим к презумпции невиновности, о которой мы обещали еще поговорить. В данном случае, вот как вы говорите, что если человек умеет бороться, если он знает не меньше, чем сотрудник ГАИ, то он как бы своего добьется. Он переборет всю эту историю. Как бороться? Как вот в данном случае себя вести? Что нужно написать в протоколе, который, ну, естественно, будет составлено, скажет, да вы ехали тут 160 км в час, поэтому, конечно же, вот мы сейчас напишем протокол. Не согласен обязательно. Не согласен. В любом случае есть обстоятельства дела, которые, вернее, фактические обстоятельства, с которыми сталкивается любой водитель, который, если он уверен в своей правоте, сейчас мы не говорим о тех, кто пытается избежать наказания. Ну, не будем говорить, понимаете, мы сейчас тогда вообще на такую вот тонкую грань, то, собственно, что такое презумпция невиновности определено. Да, это некое то, что гражданин не обязаны доказывать. В любом случае, в таком случае вам необходим именно вот на начальной стадии составления протокола. Протокол – это, по сути, документ, в котором возбуждаются дела об администрации правонарушения, собственно, основополагающий документ. Уже в нем писать все обстоятельства, которые были обнаружены как бы вот вами в ходе вашей остановки. То есть то, что вы ехали в потоке, то, что сколько было машин. В случае необходимости можете просить, можете просить остановить какие-то автомобили для подтверждения того, что это есть, да. То есть пользуетесь вы как лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, пользуетесь всеми процессуальными правами при доказывании своей невиновности. То есть это могут быть свидетельские показания. Это как раз вот именно требовать от сотрудников ДПС предъявить сертификаты соответствия на все эти вещи. Если вы едете в наркологическое освидетельствование, то не факт, что там тоже кто-то где-то как-то не завязан. То есть вы имеете право следом поехать еще и еще быстрее. Ну, не менее, чем через сколько-то часов. Не более, вернее, чем через сколько-то часов. Неважно. Нет такого положения, что у вас там 20 минут на то, чтобы доехать. Нет, не 20. По-моему, есть все-таки у нас, что не позже, чем через два или три часа. Они уже пытались время вот этим не позже сказать, что есть три часа на то, чтобы доставить документы, допустим, чтобы машину не эвакуировали. В результате приказ МВД отменен. Сейчас, как правило, насколько я понял, у них вообще такая тактика строго это не регулировать. То есть есть ли бы, есть ли бы. Поэтому в разумные сроки, естественно, не через полсутка проспавшись, а сразу же там садиться в такси, ехать в другой кабинет и тут же сдавать эти анализы заново другому врачу. То есть подтверждать именно свою невиновность. То, что, грубо говоря, делалось фабриковым. Понятно. Хорошо. Но здесь в данном случае, если нет свидетелей, если едешь в машине один, и на проезжей части так непросто кого-то обнаружить из тех людей, кто мог бы выступить свидетелем. То получается сложность. Свидетели чего, опять-таки, того, что вы наехали навстречу? Нет, мы сейчас говорим про радар. Или того, что вы с радаром проехали. Но опять-таки... Свидетели, опять же, что там могут сказать люди, которые едут мимо? Сколько я ездил по дорогам, мне только один раз за последние четыре года предъявили сертификат. Все остальные говорили, ладно, ехай дальше. Один раз только я ехал в Зеленоградский суд, тоже мне с радаром тоже говорят, там предъявите сертификат. Они говорят, ну дай мне у тебя хотя бы за красный светоштраф. Замечательно, там вообще даже светофоров рядом не было просто. Ну давайте оштрафуем меня за красный цвет, я напишу, правда, не согласен, а потом вы мне покажете, где тут светофор. Да, где тут светофор. Интересно, интересная история, но у нас еще один звонок. Все остальные ничего не покажут. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. У меня была такая конкретная ситуация. Накопили штрафы, получается, ну, 230 рублей. Через неделю иду платить, у меня по компьютеру пробивается только 50 рублей. То есть я сотруднику ДПС прямо говорю, что у меня штрафы еще есть, ну, прямо мне отвечают, что штрафы у нас они не висят. Проходит буквально 2-3 недели, меня останавливают на стационарном посту ДПС и продъявляют эти же штрафы за 200 рублей. Как вот объяснить эту ситуацию? То есть я только понимаю, вопрос в том, что тогда штрафы, когда вы платили, просто эти штрафы не дошли еще? Ну, получается, наверное, ну, меня штрафовали за год, три месяца. То есть я не понял, вас два раза оштрафовали за одно и то же, что ли, получается? Нет, ну, зачем, один раз. А, просто когда вы пришли оплачивать первый раз, то не было других штрафов, потом вас остановили и вы их доплатили. Ну, по большому счету, я думаю, что здесь права ваши не нарушены в данном случае, вы просто заплатили эти штрафы, но чуть позже. А другой вопрос, я так понимаю... Я понимаю, тут, наоборот, человек авансом заплатил за штрафы, а потом говорят, вы должны ли я дальше платить. Я вот оплачу то, что я уже оплатил. Ну, в общем, запутался я совсем здесь. В этом плане давайте лучше поговорим о другой вещи. Авансом, естественно, никто никому не должен платить. Давайте поговорим о том. Была информация о том, что сейчас уже появились первые сидельцы за неоплату систематическую штрафов, что, в общем, вызывает большой вопрос. С одной стороны, есть некие штрафы, которые, ну, как бы, естественно, надо оплачивать. С другой стороны, есть такая вещь, как отсылать туда подтверждение по факсу, там, по почте, ксерокопии квитанции с оплаченным штрафом. Отсылаю в ГИБДД, и, по идее, с меня должны этот штраф списать. Он на мне не должен висеть. Как, во-первых, обязательства. Есть такое обязательство отправлять туда по почте? Вообще, при моей обязанности отправлять квитанции, копии квитанции по штрафам по почте, как-то еще никакой обязанности нет. Дальше продолжаем тогда так. Я оплачиваю эти штрафы. Квитанции, по идее, я должен сохранять, если не хочу попасть там куда-то еще. Но, тем не менее, с собой возить, во-первых, не обязан, а, во-вторых, ну, это просто глупо. Куча этих бумажек, в случае, если взять какого-нибудь злостного нарушителя, они там превратятся в труху, и лучше их держать дома. Останавливают такого водителя, сотрудника ДПС и говорят, о, да вы у нас злостный неплательщик. На вас тут 53 штрафа висит, вы ни один из них не оплатили. В любом случае, эта ситуация связана с, так или иначе, ограничением вашей свободы в виде административного ареста. То есть, сотрудник ДПС имеет право либо подвергнуть вас административному задержанию на момент до рассмотрения дела в судном, да? Да. Но это делается в крайне редких случаях. То есть, это либо невозможность восстановить вашу личность, либо еще какие-то обстоятельства, которые создают угрозу того, что вы не явитесь на рассмотрение этого дела. Давайте рассмотрим таким образом. Меня останавливают где-то в ночное время. А мировые судьи, которые принимают решение об административном праве задержания, естественно, до утра отдыхают. Если не до понедельника. Ну, если не до понедельника, да. Затрудник ДПС говорит, что я вижу, у вас тут неоплаченные штрафы. Я говорю, что я их платил. Естественно, все это слова. Имеют право меня задержать до понедельника, до утра? В любом случае, пишите тут же ходатайство о том, что вы настаиваете на присутствии защитников в этом ВЕЧ, о том, что вы эти штрафы оплачивали, и именно вот эти штрафы, квитанции находятся у вас дома, и вы явитесь в суд к назначенному времени, и предъявите все эти квитанции об оплате штрафов, приведете с собой защитник, который окажет вам квалифицированную юридическую помощь. Вам не имеют права в этом отказать. То есть вас сопроводить должны домой за квитанциями или отпустить домой? Нет, вас отпустить домой должны. То есть прийти все равно, когда мера, какая-то ограничение на вас будет наложена, да? Например, какая? У нас вот Катерина по этому поводу может быть Какую меру наложить ограничение? Преломать ноги, чтобы там, нехорошо просто что-то. Ну, если сейчас выкуриваются с изначенным газом, интересно понять, какие еще меры ограничения свободы есть в этом плане? Нет, ну, во-первых, задержание, арест – это исключительно, естественно, мера. То есть когда, ну, например, не может личность быть установлена, она уже установлена. То есть поэтому, по идее, должны, конечно, отпустить, и остальные действия просто незаконны, в плане того, что задержать могут только… Только определенные сотрудники милиции, у которых есть право вас задержать, а такими себя считают все. Должно быть достаточное основание предполагать то, что вы не явитесь именно на рассмотрение этого дела, будете скрываться от права. Я думаю, что сотрудник милиции, если так логикой развивать, скажет, что, ну, не оплата им этих штрафов, я считаю, что достаточное основание подозревать, что он не явится. А вот тут как раз вступает в презумпцию невиновности. То есть, если он, следуя вашему объяснению о том, что ваши штрафы оплачены, о том, что вы настаиваете на присутствии защитника, не дает вам невозможность доказать свою невиновность, невозможность воспользоваться квалифицированной юридической помощью, нарушает, по сути, ваши права, то уже стоит вопрос, кого, собственно, к административной ответственности привлекать вас или сотрудника ДПС, где будет дисциплинарный. Ну, хорошо, вопрос тогда такой. Можно ли привлечь этого сотрудника к дисциплинарной ответственности, к серьезной, да, чтобы водитель, сидя за рулем своего автомобиля и выслушивая вот все эти предложения, там, отправить его по тундре, по железной дороге за неоплаченные якобы штрафы, да, мог понимать, что сотрудник госавтоинспекции, который вот сейчас все это говорит, он может серьезно пострадать. Или там никаких серьезных последствий. Ну, почему, вплоть до уволения можно обжаловать действие, вплоть до уволения. Понятно, ну, серьезно, это обнадеживает. Ну, и, наверное, пока у нас до конца эфира есть все-таки кое-какое время, там, не больше пяти минут, правда, хотелось бы поговорить о такой вещи, как первые репортажи из аэропортов с таможней о том, что вот, неплательщиков теперь уже не выпускают за границу, тех, кто не выплатил штрафы. Есть достаточно много людей, которые считают, что это фикция, потому что нельзя не выпускать у нас страны юридически. Как это все? Ну, это не фикция, но, тем не менее, кажется, что проблема, она несколько, скажем так, односторонне освещается. До того, как эти сведения поступят на таможню и запретят гражданину выезд за пределы Российской Федерации, должны произойти ряд исполнительных процессуальных действий, которые как бы предупреждают об этом граждане. То есть, судебный приступ исполнителя, возбуждает исполнительный процесс, должен направить требования должнику о том, что он должен погасить эти штрафы. Судебный приступ исполнителя – это государственный какой-то человек. Ну, естественно, это Федеральная служба судебных приступов, действующая при Министерстве юстиции Российской Федерации, который непосредственно занимается исполнением решения суда. То есть, это уже был суд? Естественно. Суд постановил, да? Либо суд, либо постановление квитанции, которое выписано на месте. Поэтому, собственно, если вы сейчас пытаетесь, вот там, вам некогда, и вы говорите, выписывайте мне штраф, и я пойду дальше, надеюсь, что вы потом его сомнете и выкинете, то сто раз подумайте. Потому что, возможно, лучше составить протоколы и потом как-то обжаловать это действие. В любом случае, помните, что если вы два месяца будете тянуть вот этот вопрос решения о вашей виновности, невиновности, через два месяца вы в любом случае будете невиновны, потому что пройдет срок давности про лечения административной ответственности. А в таком случае, если не платить просто, то через год всего лишь вы будете невиновны. Почему нет? Потому что через год проходит ваш срок давности, не срок давности про лечения административной ответственности, а время, когда вы считаетесь, не считаетесь привлекавшимися к административной ответственности, но оно считается с момента исполнения вами обязанности по выполнению постанового санкции по отражению. Ну, хорошо, мы не будем развивать эту вещь, она достаточно непедагогична. Тем не менее, просто штрафы, которые не оплачены в течение года, они из человека автоматически сгорают, потому что нельзя требовать. Пока вы не оплатите этот штраф, он срочно висит, и только в течение года после того, как вы его оплатите, через год вы будете считаться неправильным. Хорошо, не будем обсуждать эту тему дольше, потому что, на мой взгляд, это не совсем педагогично предлагать людям всякие способы обхождения. То есть, грубо говоря, примеры того, что уже не выпускали людей, у вас уже есть. На моей практике нет. Просто вы говорите, что это не фикция. У коллег слышал, что да, были такие случаи, но опять-таки там начиналось все с того, что все-таки были получены реально требования судебного пристава исполнителя о достроении... А что считается получением такого требования судебного пристава? Судебный пристав исполнителя. с заказным письмом направляют вам именно требования. Во-первых, постановление о возбуждении исполнительного производства. Во-вторых, требования о добровольном исполнении решения суда либо постановления о привлечении к административной ответственности. И после того, как вы это требование игнорируете, судебный пристав исполнитель начинает принимать ряд исполнительных действий, направленных на исполнение решения суда. То есть искать ваше имущество, вплоть до ареста, наклада сотовой телефонной из-за младшего. А запрет выезда за границу является своего рода обременением, обеспечением производства по делу. То, что вы как должник не скроетесь, и можно будет наложить какой-то запрет на ваше имущество и реализовать его в цель погашения штрафа. Понятно. Но пока практики по автомобильным делам вам неизвестны. И обширный такой нет. То есть да, кто-то говорит, у меня, у клиента, у меня пока такого не было. Хорошо. Но это в любом случае некое предварительное информирование человека, который не выезжает, но у нас не должен выезжать за границу. Предварительное информирование какое-то есть. То есть людям, которые не прислали квитанции... Это не предварительное информирование, это именно требование о погашении... По-другому скажу. Человек, который не отослал квитанции за прошлый год, он не должен каждый раз, пересекая границу, думать, а вдруг у них там что-то не пришло и меня сейчас не выпустят. Такого быть не может. Но, к сожалению, как раз он и будет об этом думать, потому что, как показывает практика, у ДПС, даже если ты сто раз оплачешь один, то же что-то... Нет, именно если его судебный пристав не искал, ему... Да, если его судебный пристав не искал, то... То, значит, можно не вздыхать тревожно. Еще точно знать, что его не искали. Если он не живет в другом месте. Хорошо, понятно. Ладно, ну все. На этом у нас эфир закончился. К сожалению, многие вопросы, те, которые пришли на сайт, не успели ответить на них. Мы будем отвечать в одной из следующих программ, которые как раз определим под вопросы автомобильного права. Ну а на сегодня все. На этом мы прощаемся с вами, уважаемые зрители. До свидания, до новых встреч. Ну и, как всегда, самое интересное в нашем канале. Еще только впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин